Приветствую вас, и вы знаете, первое, что бросается в глаза, то что ситуации, происходящие с вами, они как бы происходят вообще без вашего участия, без вашего ведома, без ваших каких-то усилий. То есть вы как будто вообще не отвечаете за то, что с вами происходит. В это время оказываетесь, да, как правильно вам сказал мой коллега, жертвой обстоятельств. И поскольку вы оказываетесь, жертвой обстоятельств не первый раз, я полагаю, что даже больше, больше, ну большее количество раз вы впадали вот в такую ситуацию, то я думаю, что вам, вы стремитесь к этой ситуации инстинктивно. Вам инстинктивно хочется оказаться во власти обстоятельств, чтобы, значит, не быть ответственным за свою жизнь, чтобы не принимать решения какие-то за свою жизнь. Не принимать решения и, соответственно, попробовать, возможно, не жалеть об этих самых решениях. То есть тут гигант ответственности, и вопрос заключается в том, почему вы бежите от нее. Второе. Это то, что любовь, с которой вы говорите, да, то есть, что вы любите этот город, ну, вот эти города, вот. Это связано с тем, что так работает сознание, так работает сознание, и это нормально, что, значит, ну, что вы полюбили то место, где вы живете. Вот. То есть, вы привыкаете к месту, вы адаптируетесь к месту, и вы начинаете видеть в этом месте положительные моменты, просто потому, что вы в нем находите, и, соответственно, сознание ваше, оно делает места, в которых вы живете, более привлекательными. привлекательными. Для того, для того, чтобы вы могли успешно адаптироваться, ну, в них. Вот. И, соответственно, это не любовь, просто у вас. Это, скорее, привязанность. Это, скорее, такое привыкание к месту, где вы живете. Это значит, что в глубине души вам хочется обрести все-таки какое-то такое вот одно место, в котором бы вы могли находиться, ну, постоянно, да, в котором вы могли бы жить все время. Вот. Ну, соответственно, по какой-то причине этого сделать не можете. То есть, опять же, либо вы начинаете чего-то бояться, либо вам хочется путешествовать, ну, путешествовать – это одно, а жить в разных местах – это другое. И, когда у человека нет одного постоянного места жительства, ну, это внушает ощущение неопределенности, а ощущение нестабильности в жизни. И такому человеку обычно свойственна тревожность, обычно свойственна нервозность, да, то есть как бы человек нервничает, человек переживает, человек мечется. Туда, туда, сюда, да, и так далее. Вот. То есть, это не любовь, это приятно. И вопрос в том, почему вы позволяете обстоятельствам постоянно брать, значит, над собой вех. То есть, вы говорите, вот, в январе я вынуждена была наехать в Сургут. Зачем? Что значит вынуждена? Так получилось, что опять вынуждена. У вас постоянно обстоятельство выше вас. Это внутренняя установка. Возможно, родительский сценарий. Возможно, вы не путешествуете, потому что ощущаете себя несвободной, и через путешествие вы пытаетесь быть более свободной, но у вас не получается. Потому что свобода – это не духовное состояние. Свобода – это не физическое состояние, простите. Это духовное состояние. И если внутри себя, с одной стороны, вы не свободны, а вы не свободны, раз с вами происходит, так только происходит, то и никакое физическое место не сможет сделать вас более свободным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok